Прошлый сезон хоккеисты Адмирала завершили еще в феврале. В межсезоне приморцы успели обновить состав, потренироваться во Владивостоке и даже съездить на сборы в Чехию и центральную часть России. За это время команда также провела несколько матчей с российскими и европейскими командами. И вот недавно Владивостокский клуб дал старт новому чемпионату. На выезде Адмирал встречался с Борысом и Сибирью. Итог – довольно уверенная победа 3-1 над казахами и суровое поражение 5-1 от новосибирцев. После такого неоднозначного начала спортсмены наконец вернулись в Владивосток. Каждый год команда обновляется новичками, в том числе иностранцами. Особо тренерский штаб доволен приобретением Ивана Лисина, Ивана Островского, лучшего нападающего в высшей лиге Олега Ломака и вратаря Олкинууры. В этот раз удалось также сохранить костяк команды в лице тех же Вихарева, Воронина, Красоткина, Глазачева и других. Кстати, Константин, как новый капитан коллектива, отметил, что настрой у ребят в разы лучше, чем в прошлом году. Да, у нас все там 25 человек, все капитаны, да, вот так скажу. У нас подобрался очень хороший коллектив. Вот именно команда, знаете, вот она коллектив и недомышленников. Как мы выиграли игру, как бы все вместе радовались, так же и проиграли в Сибири, очень все переживали. Поэтому настрой у всех боевой, как бы все будут биться друг за друга и не щадя себя, как бы будут подставлять плечо постоянно. Адмирал все еще обещает играть именно в атакующий хоккей. Многие площадки по стране уменьшили. Правила в КХЛ немного изменили. Скорость игры теперь превыше всего. Сейчас во Владивостоке моряки проводят первую домашнюю серию сезона. Сюда приехали Трактор и Борис. После этого 17 сентября приморцы отправятся на пятиматчевый выезд. Как и всегда, основная часть чемпионата продлится до конца февраля 2020 года. Максим Яковлев, Денис Фадеев. Новости спорта на восьмом.